Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 августа. Житие преподобного отца нашего, Алипия Печерского. Преподобный отец наш, Алипий Печерский, явил себя подражателем святому евангелисту Луке, ибо служил Господу, сотворившему нас по образу и подобию своему. Подобно оному Луке, а именно, он не только изображал чудодейственные лики святых на иконах, но и воплощал в душе своих добродетели. Кроме того, был дивным врачом. Благочестное житие его представляется нам в таком виде. В княжении благоверного князя Киевского Всеволода Ярославича при игумене преподобном Никоне, по устроению Божьей по совету преподобных отцов Антония и Феодосия, чудесно явившихся в Константинополе в десятый год по своем представлении, прибыли для украшения Святой Печерской церкви греческие иконописцы. Этим-то иконописцам и был отдан блаженный Алипий своими родителями в обучении живописному искусству. Святой Алипий был очевидцем того дивного чуда, о котором повествуется в сказании о церкви Печерской. Именно, когда иконописцы украшали живописью алтарь, то в нем сама собой изобразилась икона Пресвятой Богородицы. При этом икона сия просветилась и блистала ярче солнца. Потом из уст Пресвятой Богородицы вылетел голубь, который, полетав долгое время по церкви, влетел в уста Спасителя, изображенного на иконе, находившейся в верхней части церкви. Тогда-то обучался этот блаженный Алипий, помогая своим учителям. И он, кроме того, прекрасно живописал в душе своей, ибо благодать Пресвятого Духа пребывала в той церкви Печерской. Когда упомянутые иконописцы окончили свое дело и украсили иконами Святую Церковь, украшен был и Алипий преподобным игуменом Никоном чудным образом святого ангельского иноческого чина. И начал Святой Алипий обучаться искусству изображать в душе своей добродетели святых, будучи уже обучен искусству изображать вещественным, на иконах их лики. Святой Алипий был настолько искусен в своем деле, что по благодати Божией видимым изображениям на иконе воспроизводил как бы самый духовный образ добродетели, ибо обучался искусству иконописному не ради стяжания богатства, но ради стяжания добродетелей. Он постоянно трудился, живописуя иконы для игумена, для братьев и для всех нуждавшихся, ничего не взимая за свой труд. Блаженный Алипий просил всех видевших, обвечавших иконы в какой-либо церкви, сообщать ему об этом. Тогда он, не требуя никакого вознаграждения, своим искусством украшал те церкви. Если же Святой был свободен от такой работы, тогда упражнялся в иконописном искусстве, ради себя и живописал иконы, которые отдавал тем, у кого он брал взаймы золото и серебро, нужные для украшения икон. Так поступал Святой для того, чтобы не проводить времени в праздности. Он уподоблялся древним святым отцам, постоянно занимавшимся рукоделием, и самому верховному апостолу Павлу, который говорит о себе, «Яко требованию моему Исущим со мной послужили руки мои сии». Если же когда случалось Святому Алипий зарабатывать какую-либо сумму денег своим рукоделием, то он делил ее на три части. Первую часть тратил на опановление икон, вторую на милостыни нищим, а третью отдавал на монастырские нужды. Так поступал Святой ежегодно, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, ибо ночью он упражнялся в молитвенном бодрствовании и поклонах, днем же с великим смирением, нестяжательностью, чистотой, терпением, постом, любовью, богомыслием, занимался рукоделием. Никто никогда не видал его праздным, но при всем том он никогда не пропускал молитвенных собраний хотя бы для своих занятий. Когда Икулгумен заметил, сколько великие добродетели и иконописное искусство у преподобного, так что он был достоин, нося ангельский образ иноческого чина, являясь собой подражателя, сына Божия Иисуса Христа, и иерея, по чину Мельхиседекову, возвел его на степень иерейства, когда преподобный был поставлен как светильник на свечнике, или лучше сказать, как образец для подражания на высоком месте, сияя сугубой красотой добродетелей иноческих и иерейских, и был святой образцом непростым, ибо творил чудеса. Из многих чудотворений его мы напомним здесь о некоторых. Некто из числа богатых граждан города Киева страдал проказою. Сей искал помощи у многих врачей, волшебников и язычников, но не только не получил облегчения от своей болезни, а впал в еще худшее состояние. Тогда один из друзей больного посоветовал ему идти в Печерский монастырь, дабы просить молитву святых отцов. Он согласился, но с неудовольствием. Когда сей больной был приведен в монастырь в Печерске, игумен приказал напоить его водой из колодца преподобного, а также велел умыть ему той же водой и лицо. И то час на теле больного появилось так много гноя в наказание за неверие его, что все сторонились от него, не будучи в состоянии выносить смрадного запаха, исходившего от тела больного. Расплачем и негодованием сей прокаженный возвратился к себе в дом и не выходил из дома многие дни по причине исходившего от него смрада, говоря друзьям своим, «Покры срамота лице мое, чужбы в братья мое, и странен сыновом матери мое я» Солом 68.8. «Потому что я не явил веры преподобным отцам Антонио и Феодосии и каждый день ожидал своей смерти. Однако, придя в себя, этот муж решил исповедать все грехи свои, поэтому пошел опять в монастырь в Печерске к преподобному Алипию и исповедал ему свои согрешения. Преподобный же сказал ему, «Ты хорошо сделал, чадо, что пришел исповедать Богу грехи свои перед моим недостоинством. Так свидетельствует о себе и пророк, взывая ко Господу, «Рех исповем на мя беззаконие мое Господи, и ты оставил яси нечестие сердце моего» Солом 31.5. Потом преподобный Алипий долгое время получал его душеспасительными речами, затем, взяв иконописные краски, украсил лицо его, помазав гнойные места. После этого святой Алипий повел больного в церковь, причастил его божественным тайнам и повелел ему умыться той водой, которую обычно умывались священники после принятия святых тайн. Вскоре же после всего гнойные струпы сошли из больного, и он стал здрав, как и раньше. В этом чудотворении преподобный Отец наш Алипий явил себя подражателем самому Господу нашему Иисусу Христу, ибо, подобно тому, как Христос, исцеляя прокаженного, повелел ему показаться Иерею и принести в дар защищение свое. Так и сей преподобный приказал больному проказы показаться ему, как Иерею, во время священнослужения, и принести в дар то, о чем говорит пророк, что воздам Господи, а всех я же воздадим и чашу спасения приему. Упомянем здесь и о даре, ибо правнук этого прокаженного, благодарность за защищение его, оковал золотом кивот, находившийся над святым престолом церкви Печерской. Кроме всего, преподобный Олипий явил себя подражателем Христа, исцелившего слепорожденного. Ибо, подобно тому, как Христос, исцеляя слепорожденного, сначала помазал ему очи брением, потом повелел ему умыться в купеле селамской, что значит посланный, Так и сей преподобный сначала помазал с трупу прокаженного иконописными красками, потом приказал ему умыться тою водою, которая умывается обычной иереей, посланники Божией. Таким образом, святой исцелил больного как от проказы телесной, так и от слепоты греховной. Так что все, пришедшие вместе с больным из города, весьма изумились такому скорому исцелению. Но преподобный Олипий сказал им, «Братья, обратите внимание на то, что сказал, никто же может двум господам служить, ибо сей человек первоначально был порабощен демону по причине грехов своих. Поэтому, когда он пришел к Богу, но по совету вражия отчаялся в спасении своем и не веровал в Господа, который один только и мог спасти его, то проказы еще с большей силой охватило тело его в наказание за его неверие. Ибо Господь сказал, просите, и не просто просите, но с верою и дастся вам. Когда же ныне он вторично обратился с раскаянием к Богу в моем присутствии, то Бог, богатый в милости, исцелил его». Выслушав это, люди поклонились святому и отправились в обратный путь вместе с исцеленным, прославляя Бога и преподобных отцов Антония и Феодосия, а также их ученика, преподобного отца нашего Олипия. И говорили об этом святом Олипии, что он явлен был им, как новый Елисей, ибо он исцелил от проказы того больного, подобно тому, как Елисей исцелил от проказы, Неймана Сириянина. Был еще некто из того же города Киева, муж благочестивый. Этот построил церковь и пожелал иметь семь больших икон для украшения церкви. Этот муж отдал серебро вместе с досками, предназначенными для начертания икон, двум монахам монастыря Печерства. Знакомый ему попросил их посоветоваться со святым Олипием относительно написания икон. Но монахи ничего не сказали о Олипии, а серебро присвоили себе. Спустя некоторое время тот муж послал спросить монахов, написаны его иконы или нет. Они отвечали, что Олипий требует еще серебра, потом снова взяв серебро, присланное от мужа того, присвоили его себе. Затем, дойдя до крайнего бесстыдства, эти два монаха снова послали сказать тому мужу, клевеща на святого, что Олипий требует еще столько же серебра, сколько получил. Христолюбивый муж тот дал серебро и в третий раз сказав, «Я весьма желаю получить молитвы и благословения от дела рук его». Святой же Олипий ничего не знал о том, что делали монахи. Наконец муж тот послал еще раз узнать точно, не написаны ли уже иконы. Монахи, что те не знают, что ответить, сказали, что Олипий взял все серебро трижды послан, но икон писать не хочет. Тогда Христолюбивый муж тот прибыл в монастырь Печерский вместе со своей дружиной, отправился к игумену Никону и рассказал ему о причине печали, нанесенной ему якобы Олипием. Игумен позвал Олипий и сказал ему, «Для чего ты, брат, наносишь такую обиду этому сыну нашему, который весьма упрашивал тебя написать иконы и дал тебе серебра, сколько ты просил? Но ты, взяв так много серебра и дав обещание написать иконы, не написал их, хотя в иных случаях писал иконы и без всякой платы. Блаженный же Олипий отвечал на это, «Честный отец, ты хорошо знаешь, что я никогда не выказывал лености в деле всем, но сейчас я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». Тогда игумен снова сказал ему, «Ты взял тройную цену за написание семи икон, но до сих пор ты не написал их». И тот же, желая обличить святого, приказал принести доски, предназначенные для написания икон. Доски те за день перед этим видели стоявшими в одном из монастырских строений, и на них не было ничего изображено. Игумен приказал также позвать и тех монахов, через посредства которых он и муж передавал серебро святому, дабы сие монахи обличили Олипия. Постные за досками нашли их весьма искусно расписанными и принесли их к игумену. Увидав сие, все бывшие там весьма удивились и впали в великий страх. Потом с трепетом паленец на землю и поклонились тем образам, созданным не рукой человека, именно образу Господней, образу Пресвятой Богородицы и прочим образам святых Божиих. Потом пришли те два монаха, которые оклеветали Олипия. Не ведая ничего о всем чуде, они вступили в пререкание со святым, говоря, «Вот ты взял тройную цену, а икон писать не хочешь». Услыхав эти слова, все бывшие там показали тем монахам иконы, сказав, «Вот эти иконы, написанные самим Богом, удостоверяют невинность Олипия». Монахи же те, увидя иконы, пришли в ужас от столь великого чуда. Они тотчас же были обличены игуменом в воровстве и лжи, были изданы из монастыря и лишены всего имущества своего. Но эти монахи не прекратили злобы своей. Они стали распространять в городе Хулуна преподобного Олипия, утверждая, будто бы они сами написали те иконы. Начальник же наш, говорили они, не желая вознаградить нас за труды, дабы отстранить нас от работы, солгал относительно икон, что будто бы они написаны самим Богом, восхотевшим оправдать Олипия. Услыхав такие речи, многие граждане пошли из города в монастырь, дабы видеть те иконы и поклониться им. Однако, несмотря на то, что многие из граждан и поверили тем монахам, оклеветавшим преподобного Олипия, Бог, прославляющий святых свои, как он сам говорит во Святом Евангелии, не может город укрыться наверху горы, еще не зажигает светильник, чтобы ставить его под спудом, но на свечнике досветит всем. Бог не утаил добродетельных подвигов этого праведного мужа, ибо до самого князя Владимира Мономаха дошла весть об этом чуде, сотворенном Господом ради святого Олипия. Это чудо было удостоверено еще следующим образом. По попущении Божьей случился в Киеве пожар, от которого сгорел почти весь подол в Киеве. В этой части города находилась и церковь с упомянутыми иконами, также сгоревшая. Однако после пожара нашлись все эти семь икон совершенно неповрежденными. Когда князь услышал об этом, то пришел лично сам на место пожара, желая видеть бывшее там чудо. Увидав иконы, оставшиеся невредимыми от огня, князь прежде всего узнал, что они были написаны в течение одной ночи по устроению Бога, восхотевшего оправдать Олипия от возводимой на него клеветы. Тогда князь Владимир Мономах со усердием прославил творца всего Бога, явившего столь великие чудеса ради добродетелей преподобного Олипия. Потом, взяв одну из тех икон, именно икону Пресвятой Богородицы, приказал отправить ее в город Ростов, в каменную церковь, находившуюся там, построенную им самим. Некогда разрушилась и сия церковь в Ростове. Однако икона-то осталась совершенно неповрежденной. Потом икона была поставлена в деревянную церковь. Но и эта церковь спустя некоторое время сгорела от пожара. Икона же опять осталась неповрежденной, так что на ней не оказалось и небольшой царапины после пожара. Все сие с несомненностью подтверждало добродетельную жизнь преподобного отца нашего Алипия, ради которого написалась сама собой та икона. Перейдем теперь к чуду, совершившемуся при кончине святого, дабы видеть, как дивно сей человек искусный и творец икон перешел из жизни сей временной в жизнь вечную. Некий благочестивый человек попросил преподобного отца нашего Алипия написать икону Пресвятой Богородицы. При этом он просил святого написать эту икону ко дню праздника успения. Но преподобный заболел в скором времени и уже приближался к смерти своей, а икона, между тем, не была написана. Человек тот весьма скорбел по этому случаю и очень беспокоил святого. Блаженный же Алипий сказал ему, «Тиада, не беспокой меня, но возложи всю печаль свою на Господа, и он сделает, как пожелает. Икона будет на своем месте в праздник свой». Муж тот, поверив словам святого, пошел в дом свой с весельем. Потом он снова пришел к Алипии накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Увидав, что икона не была написана, увидя также и то, что преподобный Алипий разболелся еще больше, муж тот стал укорять блаженного, говоря так, «Почему ты не сказал мне ничего о своей тяжкой болезни? Тогда я отдал бы икону другому иконописцу, который бы и написал ее мне, дабы праздник был честен и торжественен. Но вот теперь ты извергаешь меня в великий стыд». Преподобный скротостью отвечал ему, «О, чадо, разве это сделал я по своей лености? Однако Бог может единым словом написать икону матери своей. Вот я сам ухожу из мира сего, как открыл мне это Господь, но не хочу оставить тебя в печали». Муж тот отошел с глубокой скорби. Тот час после его ухода к преподобному Алипию вошел некий светлый юноша, который начал писать икону мужу тому. Алипий подумал, что человек тот, обидевшись на него, прислал нового иконописца и принял сначала юношу того за человека. Однако быстрота и изящество его работы показывали, что то был ангел, ибо он в продолжении икону золото, то растирая различные краски на камне живописуя ими. Потом сказал преподобному «Отче, быть может здесь еще чего не достает или в чем-либо я погрешил?» Преподобный же отвечал «Ты сделал все прекрасно. Сам Бог помог тебе написать икону с таким благолепием. Это он сам сделал через тебя». Когда же наступил вечер, тот иконописец вместе с иконой сделался невидим. Между тем хозяин иконы не мог уснуть всю ночь от печали, так как думал, что икона не будет готова к празднику. Посему он считал себя недостойным такой милости Божией и называл себя великим грешником. По этой причине став утром на другой день он пошел в церковь, дабы исповедовать там Господу свои согрешения. Но едва лишь он открыл двери храма, как увидел икону, стоящую на своем месте. То час же он пал на землю от страха, думая, что это было привидение. Затем немного поднявшись от земли и со вниманием посмотрев на икону, он понял, что это была его икона. Вследствие сего он пришел в великий страх и ужас и вспомнил слова преподобного Алипия, который сказал ему, что икона будет готова к своему празднику. Потом пошел и разбудил всех домашних своих. домашние его с весельем поспешили в храм со свечами и кадильниками. Увидав здесь икону, сиявшую как солнце, все пали на землю, поклонились иконе и облабызали ее с радостной душой. После сего тот благочестивый муж отправился к игумену и рассказал ему о чуде, случившемся с иконою. Потом они отправились вместе к преподобному Алипию и нашли его уже отходящим от мира сего. Несмотря на это игумен спросил его отче, кем и как была написана икона мужу сему? Алипий передал им все, что видел и сказал икону ту написал ангел и он же предстоит здесь намереваясь взять душу мою. Сказав сие блаженный предал дух свой в руки господа в 17 день месяца августа 1114 года братья покрыв пеленами тела его отнесли его в церковь потом сотворив обычное погребальное пение положили тело святого в писсере преподобного Антония так украсил сей святый чудодейственный иконописец небо и землю пожив на земле телом он вошел на небо с добродетельной душою с прославления начальника иконописцев бога отца который сказал сотворим человека по образу и подобию нашему а также по образу ипостаси его бога сына который образом обретейся якоже человек вместе со святым духом сходившим с неба во образе голубя и виде языков огненных всех стих бога отца бога сына и бога духа святого пребывающих в едином существе восхвалим вместе с преподобным отцем нашим олипием и будем прославлять в бесконечные веки аминь во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала аминь аминь